Погода не радует, но спортсменов это не беспокоит. Сюда они пришли с одной целью. Сезон сдачи ГТО вновь объявили открытым. За значок поборются школьники и студенты средних образовательных учреждений. Молодые люди уже прошли проверку на силу и гибкость. Теперь настало время бега на быстроту и выносливость. У нас проходит очередной фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду обороне». Участвуют в нем ребята с 4 по 6 ступень включительно. Это с 13 лет до 29 лет. В этот день сдают 5 дисциплин. 4 из них входят в список обязательных. Бегуны разогревают мышцы перед дистанциями на 30, 60, 100 и 2000 метров. В качестве дополнительного вида – челночный бег. Нормативы для всех разные. С юношей спрос больше. Если девушкам в 16 и 17 лет 30 метров нужно пробежать за 5 секунд, то парни должны одолеть дистанцию за 4,7 секунды. И так во всем. Чем старше, тем выше ступень. Если с возрастом спортсмен хочет оставить золотой значок при себе, придется подтвердить прошлые результаты. Подтверждаю ГТО. Пробежал уже 30 метров. Челнок пробежал. Осталось 3 километра. Все на золото сдал. То есть я 4 ступень уже выполнил на золото. Мне теперь поступила 5 ступень. И мне надо ее тоже подтвердить на золото. Челночный бег и короткие дистанции на 30 и 60 метров пробежали быстро. Сотня уже сложнее. Но парни и девушки стараются, потому что знают – за успешные результаты можно получить неплохие привилегии. В некоторых вузах при поступлении за золотой значок абитуриенту добавляют несколько баллов. А значит и шанс занять бюджетное место будет выше. Мы пытаемся заработать, захватить золотой значок ГТО. Уже очень близки. Да, который помогает при поступлении. Вот сейчас пробежали 60 метров. Я уложился прям точно в 8 секунд. Мне повезло. Я с запасом 7,7. Стартанул и никто меня не мог остановить. Убежал. Нет, все по честному. У метра больше выбежал. Для тех, кто не добился желаемого результата, нет поводов для грусти. Ведь испытания можно пройти заново, пересдать любую дисциплину в течение года и таким образом улучшить свой результат.